Это рекордные цифры для нашей территории. На связи с краевым центром Осинский округ более 700 домов получают возможность подключить газ голубое топливо для территорий. Вопрос номер один. На заседании регионального правительства можно подводить итоги и строить планы. Упор будет сделан на сельские населенные пункты, где уровень газификации пока ниже. Общие показатели 2020 года таковы. Построено 39 газопроводов для 9 тысяч домохозяйств. Сумма финансирования превысила 2 миллиарда рублей. Из них краевых 520 миллионов. Ура, товарищи! Вот так газ приходит в деревни и села Факел. Это демонстрация того, что сети готовы к эксплуатации. В готовности убеждаются и местные жители. Фаек Барсаев газовым котлом запасся с загодя. Эта зима будет отличаться от предыдущих. Хлопот меньше. Зимой из печки отопливали. Сколько дров заготавливали? 18 кубов. Дмитрий Махонин поручил максимально использовать возможности по снижению стоимости и упрощению процедуры подключения. Кроме того, подчеркнул, что в крае уже действуют разные механизмы, помогающие людям сменить печь на плиту. Газовую трубу доводят до стендома. Компенсации льготникам. При этом жителей надо активнее информировать об этих возможностях. За 2017-2019 год помощь получили более 2000 семей. На эти цели направлены из бюджета Пермского края более 82 миллионов рублей. Что касается планов, они масштабны. На ближайшие пять лет глава региона Дмитрий Махонин и председатель правления Газпрома Алексей Миллер подписали программу газификации, благодаря чему возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тысяч домовладений. Газ это самое дешевое экологичное топливо и это увеличение благоустройства наших населенных пунктов и конкретных домовладений. И естественно, что газ ждут во многих домах, во многих поселениях. Газовики намерены вложить в край почти 9 миллиардов рублей. Это в разы больше инвестиций прошлой пятилетки. Построить 24 межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 500 километров. При Каме со своей стороны обязуется построить почти 400 километров внутрипоселковых коммуникаций. При этом все озвученные параметры – вариант не окончательный. Краевые власти готовы продолжать переговоры с газовиками, увеличивая количество коммуникаций. Максим Пекер, Александр Хробыстов, Вести Пермь.